с миром я тут как бы недавно вас и первую очередь хотел бы вас поблагодарить за труды ваши благословил вас бог за них которые в веках конечно останутся для нас слава ему во веки и как бы вопрос у меня такой как поклоняться отцу в духе и истины как поклонялись ветхозаветние праведники пророки духовно многое надо разуметь так как господь заложил в них они как кажется вот никодим пришел ночью он учитель израильский он будет вас вставать за на стороне христа но не знает надо родиться свыше он сразу он родиться знает только определенный путь в роддоме что в утробе матери войти заново родиться понятно что вопроса совсем ребенок знаешь этого нельзя сделать духовного нет господь дает ему пример от ветра ты слышишь как ветер жужжит а откуда приходит и куда уходит не знаешь это дух ведь ветер называется духом вот так надо понимать но они поклонялись не в истине а в образах и гнят приносили курбан байрама тот совершали свой виновата раза овечка заколоть обязательно надо птицу птенцов голубиных а теперь мы считаем евангелие от я на 1 29 и он креститель видит идущего христа и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира вот он где ягненок и когда на берегу воскресший христос встретил учеников то петру говорит паси овец моих это не те которые в колхозе речь о людях идет агнцев те которые едва едва только нащупывает дорогу но уже со христом вот это значит понимать в духе и истине и в духовном плане и в самой истине они в образах все так еще кто есть планы потом тогда отхожу